Ну что ж, добрый день, уважаемые слушатели, добрый, добрый, я бы даже сказал вдвойне, добрый день, сегодня пятница, только поэтому он добрый. В эфире Финам ФМ Сухой Остаток, меня зовут Олег Дмитриев, сегодня будем подводить финансовые итоги недели. И у меня в гостях Фёдор Наумов, управляющий партнёр PFL Advisors, добрый день, Фёдор. Здравствуйте. И Александр Головцов, начальник управления аналитических исследований, управляющий компанией УралСИП, добрый день, Александр. Добрый день. Как вы себя чувствуете, кстати, в пятницу? Отлично. Отлично, конечно. По-праздничному. По-праздничному. Накануне субботы чувствуешь себя обычно по-праздничному. Ну и славненько. Уважаемые слушатели, также, я надеюсь, у вас праздничное настроение, хотя бы по этому поводу, поэтому вы присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон студии 6510-996, код Москвы-495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, спрашивайте, делитесь собственными мыслями. И, традиционно, начиная эфир, давайте посмотрим, что же происходит на финансовых рынках. Итак, картина маслом. 15.06 в Москве. И к этому времени вчерашнее закрытие американцев в положительной территории, скромно, но со вкусом. Доу Джонс вырос на 0,6%, NASDAQ на 0,5% и 0,3% прибавил S&P 500. Азия сегодня, вот, сегодня Азия печалилась чем-то. Никей, ну, рухнул, наверное, да, почти 3% потерял сегодня японский индекс фондовый, 1,5% китайский. Европа, тем не менее, сегодня в положительной территории. Фудсис 100 прибавляет скромный 1%, ну, а наши разнонаправленно выглядят. РТС минус 1%, 1491 пункт, его текущая котировка. 1504 МВБ прибавляет по сравнению с вчерашним закрытием 1,1%. Рубль плавно-плавно слабеет сейчас, по крайней мере, в моменте. Ну, это объясняется, наверное, да, разнонаправленностью фондовых индексов наших. Дальше смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Brent 107 долларов стоит бочка, то есть продолжает потихонечку снижаться. Лайтсвит закрепился ниже 100, 97,5. Далее смотрим на золото, оно отросло вчера до 1350, сейчас небольшая коррекция, 1340 долларов за унцию. Евро-доллар смотрит весело вперед, с оптимизмом и выше 38-й фигуры. 1,3807, дневной максимум сегодня был в районе 38-20. Далее набор голубых фишек разнонаправлен, разнонаправлен. Значит, что у нас вверх? О, Ростелеком сегодня подрастает на 3 с лишним процента. 1,5% прибавляет ГМК Норникель, АвтоВАЗ растет почти на 2%. Вот, а вниз смотрит у нас НЛМК почти процент, теряет Росгидро минус 1%, по проценту Ранкали и Газпром. 0,3% ровная циферка сейчас, 150 рублей. Вот так и зафиксируетесь. Ну что ж, вот такова картина маслом пятница на дворе. Еще раз повторю, давайте обсуждать и подводить финансовые итоги недели. Ну, для этого прежде всего хотелось бы услышать, Саш, на твой взгляд, какие ключевые события на этой неделе были. Ну, преимущественно финансовые, конечно бы, хотя любые другие меня тоже в пятницу очень интересуют. Надо отметить IPO, не супер-IPO Тинькова. Супер-IPO, причем не просто IPO. Так дорого у нас еще почти не размещали акции, наверное, были плейсменты технологических компаний более перегретые, но так дорого, редко бывало, причем на такую большую сумму. Вот, и похоже, что гораздо менее впечатляющее IPO Alrosa, которое сегодня закрывается. Но оно потерялось на этом фоне просто, такое впечатление. Гораздо интереснее, гораздо веселее инвестировать в дорогие акции, наверное, чем в дешевые. Так часто бывает на рынках. Так, хорошо. Хорошо, еще, на твой взгляд, что интересного было на этой неделе? А в остальном достаточно спокойно, мне кажется, неделя каких-то прорывных событий не произошло. Но пузыри на фондовых рынках перестали надуваться на какое-то время, видимо. Спекулянты сделали паузу для вдоха, чтобы дальше дуть. Все немножко отползло вниз и ждут теперь, когда в следующий раз выдохнуть. Вдохнуть и выдохнуть, да? Федь, на твой взгляд, что интересного? Кстати, по поводу озвученного IPO, твое мнение. Я думаю, что вспомню компанию, которая еще дороже размещалась. По-моему, Киви дороже размещалась. Ну, она была поменьше. Стоит X2 от того, что размещалась. Так что, может быть, он 6 будет стоить через год, чем черт не шутит. Ну, действительно, это интересное событие. Понятно, что Киви, кстати, их тоже миллиард. Их оценили в миллиарды, они сейчас стоят 2. Тинькова оценили в трешку. Ну, собственно говоря, банковский бизнес просто в принципе побольше, чем бизнес-платежей. И даже можно быть небольшим по доле банком и строить 3, и быть большой по доле платежной компании, и стоить и стоить 2. Смотри, но все-таки Тинькова воспринимают не только как банк. Может быть, именно поэтому такое интересное. Я, честно говоря, думаю, что это просто какое-то такое всеобщее лукавство. Вы берете и почему-то меряете банк, который зарабатывает там огромные рои на капитал, меряете так, как будто это обычный банк, который зарабатывает обычные рои на капитал. Это даже не потому, что он технологичный или не технологичный. По-хорошему, понятно, что есть бизнес-модель, в которой сделана ставка на то, что человек не должен ходить в отделение, что отделения нет. Соответственно, при этом понятно, что с этим есть определенные сложности, которые вы экономите на этой аренде и на сотрудниках сидящих в отделении. Понятно, что вы где-то часть этих костов все равно несете. То есть либо у вас колл-центра должен быть больше, либо вы больше должны инвестировать во всякие IT-штуки. У вас, понятно, есть штат курьеров, который тоже что-то вам стоит, и не бесплатный. Понятно, что вы отчасти, наверное, если не настроите правильный риск-менеджмент процесс, все-таки визуальный контакт с клиентом очень-очень важен. А его нет? Его нет, но он есть на уровне, когда курьер приезжает. Наверное, там рассказывают страшные истории, там, смотри, есть ли у вас там татуировки написано, у вас в Васе на руке написано. То все, я ухожу. Написано все сразу. Наоборот, два раза больше. Да, может, два раза больше или нет. Еще один конверт. Поэтому понятно, что это как бы необычная для очень традиционной банковской системы модель. Есть ли у нее свои сложности? Как я говорю, есть, безусловно, не может их не быть. Ведь самая главная сложность этой модели в том, что... Знаете, какая у них эффективная ставка по кредитам? Ну, по крайней мере, так было полгода назад. Public information, не инсайда, ничего. 60%. Нормально. Сейчас поменьше уже. Поменьше. Наверное, должно было стать поменьше. Я не следил за самыми последними тенденциями. Вот с тем, что происходило. Понятно, из-за чего это? Это из-за того, что это рост по регионам. Там, соответственно, не везде есть инфраструктура для того, чтобы снимать... Вернее, платить карты, а не снимать деньги в кэш. Не снимать наличие, да. Вы можете даже погасить через две недели. Но вы за эти две недели уже 3-4% заплатили. А в годовых это огромная цифра. Вот. Просрочки. У него исторически с ним всегда все было очень классно. Якобы из-за великого риск-менеджмента. Может, правда будет классно. Это невозможно предсказать. Я думаю, что это очень... Много кредитов плохих. А в чем величие риск-менеджмента? Это очень макродепендент еще вещь, как бы. Если макроэкономика, поскольку этот рынок... Раньше он... Вот в восьмом году он был очень ненасыщен. И понятно, что любые там макрострессы, они как бы... Ну, на нем, понятно, отзывались. Но никто не воспринимал это как... И тогда уж как-то боялись, честно. Все говорили, вот, сейчас начнется, все банкротятся, начнут физики. Но это был очень маленький рынок. Сейчас, конечно, рынок очень большой. Проникновение достаточно высокое. Есть очень много регионов, где люди там откровенно левереджат. Там больше зарплаты должны. У меня есть такая карта, я специально это меряю раз в полгода. И у меня уже все регионы красным горят. Я уже точно не помню, что это значит, но помню, что это значит, что левереджат. Соответственно, понятно, что это как бы такая хрупкая конструкция. Более того, он год назад привлекал инвесторов. Там оценка была в Ярс небольшим. Понятно, что есть какое-то такое предательское ощущение, что тут разрыв от Ярс небольшим оценки и триггер очень большой. Но маркетинговые усилия, может быть, помощь инвесторов, которые с ним вместе сидят, позволила этот валюшин получить. Но мерить, это к чему я все говорю, что мерить его не по капиталу надо. Я понял. К прибыли нормально. Послушаем новости. Итак, друзья, продолжаем сухой остаток на Финам. Финам. Сразу же я начну с вопроса, со звонка. Точнее, терпеливый наш слушатель дождался. Денис, добрый день. Спасибо, что дозвонились. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Да, я хотел бы вашим гостям задать вопрос. Наверняка они знают ответ на этот вопрос. Вопрос, значит, такой. Какие регионы Российской Федерации относятся к депрессивным? И назовите их. Депрессивно. Ну вы это по какому поводу интересуетесь? Вы хотите... Ну по такому поводу, что все быстро меняется, понимаете? Жизнь в Москве, уровень жизни не такой, как в регионах. Но в регионах тоже живут люди. Об этом необходимо помнить. Спасибо. Спасибо за звонок, Денис. Ну что по поводу депрессивных регионов? Их много. Это мы точно знаем. Ну понятно, что есть. Все депрессивные, как... Знаете, счастливы все одинаково. С счастливой семьей. А несчастлива каждая семья по-своему. Вот понятно, что там есть и Северный Кавказ. Да, есть, соответственно, и там Курганская область какая-нибудь. Где везде свои проблемы. Ну, везде общей работы толком нет. Вот. Ну, так можно долго про беды рассказывать. Там, где металлургия сильно развита, там экономика и сильно замедлилась в последние два года. Это Урал. Большая часть Урала. Это отчасти Липецкая область. Причем можно говорить, что... Вологодская. ...какое-то небольшое время назад. Это не был депрессивным регионом, да? Ну, в десятом году еще, в одиннадцатом, это был не то, что процветающий, но достаточно хорошо растущий регион. После этого в металлургии дела резко пошли на спад. В этих регионах стали дела идти хуже. Но есть такие традиционно отстающие, где нет ни промышленности, ни сельского хозяйства толком, как вот Курганская или, может быть, Псковская область. В последнее время Карелия еще, где лесопереработки в последнее время стало значительно хуже. Ну и Северный Кавказ, да. Там, по крайней мере, по официальной статистике, достаточно очень низкий уровень доходов традиционный и довольно низкий темп роста. — Я понял. Спасибо. Ну, очевидно, очевидно, это действительно не открытие и не наше с вами, да, и не сегодняшнего дня, да, что очень диверсифицирована жизнь в Российской Федерации. Понятно, мы сами прекрасно знаем, что Московская кольцевая автодорога, да, Россия не заканчивается, а наоборот, может быть. — Ну, что интересно, в Москве может родиться там целая индустрия, да, которая вообще может ни в каком виде не присутствовать в регионах. Он даже, там, телеком-операторы какие-нибудь, 30% выручки в Москве зарабатывается. Казалось бы, да, вроде у всех есть телефон, да, и при этом насколько в Москве и в московском регионе выше уровень жизни и потребительской активности. — Так, хорошо, ладно. Давайте продолжим. Значит, я напомню, я напомню, что мы сегодня подводим финансовые итоги недели. У меня в студии Федор Наумов, управляющий партнер PFL Advisor, и Александр Головцов, начальник управления аналитических следов, управляющий компанией «Уралсиб». Телефон студии, простите, телефон прямого эфира 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, спрашивайте. Итак, возвращаясь к неким итогам недели, все-таки хотелось бы обсудить события, ну, давайте начнем традиционно, наверное, да, за пределами Российской Федерации, потому что эти события очень часто диктуют все то, что происходит. — Netflix бухнулся на этой неделе, да. Знаменитая ракета. Пионер, вернее, лидер интернет-телевидения. — Так, и? — Ну, это, наверное, на рынке Nasdaq было самое значимое событие в течение недели. Даже киви стал падать какое-то время, да. — По этой причине? — Флагман роста в связи с этим, да? — Ну, естественно, да, поскольку самая растущая бумага и довольно крупная фактически развернулась. Да, был конференц-кол, насколько я понимаю, довольно мрачный, и где менеджмент Netflix отдал такой очень осторожный прогноз, сказал, что слишком разогнали бумагу, и не помню, на 20% или больше она успела упасть уже. Вот это было такое небольшое треволнение на Nasdaq, которое, может быть, и на нашем рынке немножко отразилось. — Так. Ну, такие точечные какие-то сообщения сейчас, да? — Ну, сейчас идет сезон отчетности в Штатах, да, и поэтому отчеты компаний на рынок влияют. До этого JP Morgan очень большой убыток показал. — Показал. — Да, вот на этой неделе Netflix расстроил. В принципе, часто американские компании, американский рынок вот во время сезона отчетности слабеет, потому что прогнозы, компании прогнозы на будущее понижают, и инвесторам приходится немножко возвращаться в реальность. — Надо выбирать. — Хорошо. Федор, с этой точки зрения можно говорить о том, что в целом мы долгожданную коррекцию в ближайшее время увидим на американском рынке? — Ну и, соответственно. — Никогда я не был мастером этого дела предсказывать. — Предсказывать, да. — Я поэтому не возьмусь. Я как-то не чувствую в этом рынке, который мы наблюдаем уже много лет, три года, да, не чувствую в нем силы. Почему? Потому что понятно, что экономики, они как-то шатка-валка, но там со своих, с дна своего восьмого года поднимаются. Вот американцы по рынку труда уж приближаются и приближаются по многим параметрам к тому, где они были. — До кризиса. — До кризиса, да. Но при этом это какой-то ценой все произошло, да, за это время, как выросли госбалансы. Вот, соответственно, при этом вернуться на прежний уровень, это же еще не значит вернуться на тренд, да, на тренд еще сколько нужно шагать, и принципиально другими темпами. Вот, соответственно, при этом центральные банки активно все время наращивали свои балансы вместе с государственными. Вот, поэтому, конечно, как вот из этой ситуации, когда рост, он, конечно, есть, но он не такой быстрый, как хотелось бы, как вот в этой ситуации обслуживать эти большие долги, как высвободиться из вот этого монетарного смягчения, которое придется, наверное, в какой-то момент высвободиться, если мы в какую-то новую форму существования капиталистической экономики не перейдем. Вот, я не очень понимаю. Пока я для себя ответить на этот вопрос не могу, и, соответственно, мне не хочется быть в этом рынке с какими-то значимыми позициями, потому что уж больно он хрупок, на мой взгляд. То есть весь этот рост, да, который мы в последнее особенное время наблюдаем, это очень... Да, черт его знает, но в конце концов, американские акции почему-то хай делают каждый день, да, и моя гипотеза, что это не из-за количественного смягчения. Не из-за количественного? Я все время как бы об этом говорю, мне кажется, что здесь есть... Большая причина здесь в том, что американские компании хорошо отчитываются, хорошие прибыли показывают. Да, в основном, конечно, достигается там не ростом выручки, а сокращением костов, оптимизацией, новыми процессами, новыми местностями, расширением за пределами штатов. На самом деле, пока по третьему кварталу, прибыль на 3% выше, больше, чем год назад. Да, но... Это верно. Вырос на 50% за два года. Я согласен, что эта история непростая, но... А по-моему, очень простая. Самый главный покупатель американских акций, сами эмитенты, на 400 миллиардов долларов за последние годы выкупили. Это как раз потому, что есть кэш. Это и есть эффект QE. Они дешево занимают деньги на рынке бандов, тут же выкупают акции. Вот этот лохотрон крутится и будет крутиться, пока печатный станок не сломается. Просто. Я боюсь, да, что, учитывая современные технологии, у них никогда не сломается печатный станок. Когда ФРС скупит все облигации, она уже почти половину длинных бандов в Трежерис скупила, на самом деле. То есть, в принципе, этот процесс конечный, да? Еще три года, да, и там просто нечего скупать уже будет. Либо надо будет покупать акции напрямую, тогда менять законодательство. Либо просто останавливать станок и сдувать пузырь. Что-нибудь напечатаем, чтобы они купили. Я уверен в этом. Но я так и к тому же, это все про то же, что уверенности нет. То есть, можно различаться в степени негативного отношения, но быть уверенным в счастливом будущем как-то не получается. То есть, даже не из-за пессимистичного характера, да, и не из-за какого-то там медвежьего настроя. Просто не получается. Ну, смотри, я тем не менее зацепился за Сашины слова, что три года, ну, плюс-минус, конечно, да, но, в принципе, еще года три и все. Так ведь это? Ну, скорее всего, раньше. Рынок же вперед смотрит всегда. Поэтому, я думаю, до конца следующего года, если весь этот выкуп продолжится, то будет какая-то точка перенасыщения, смерть от передозировки, как у нас Комана. Наш рынок, к счастью, не успел так перегреться пока. У нас байбеков таких нет, как в Америке. Компании свои акции не выкупают, поэтому и рынок не растет уже два года. И ты мне говоришь, к счастью, да, наш рынок не успел? Да, поэтому, поскольку у нас не будет такого обвала, очевидно. Интересно. Мы не успели перегреться пока. Может быть, даже успеем поучаствовать немножко. В остатке роста, да? Да, в остатке роста. Давайте вначале поучаствуем, а потом, если нам захочется, потом обвалимся. Ну, смотри, кстати, по поводу поучаствовать. Вот у нас впереди, да, октябрь, ноябрь, декабрь, конец года, Федрезерв, собственно, да, наверное, уже на первые полосы не выйдет, ну, имеется в виду, там, обсуждение, сворачивание программы, да. Потом у нас впереди, я имею в виду российский рынок, классика, у нас впереди Олимпиада, что тоже, да, наверное... Международный скандал. Ну, скандалы потом, да, сначала Олимпиады, нам надо к ней, по крайней мере, подойти к ней, да, на уровне. И все это может все-таки, да, еще задрать рынок Российской Федерации. Я, честно говоря, так скептически настроен, особенно по российскому рынку, даже не потому, что скептически по макро настроен, просто вот я встаю в позицию какого глобал инвестора, вот зачем мне прийти в emerging market, чтобы купить value? У меня у самого сколько хочешь value компания, вот вся Европа сплошной value. Вот, а Гроуф они покупают, Киеве или Тинькофф, они покупают. Новости, новость. Итак, друзья, мы продолжаем. Сухой остаток на Финнам.фм, подводим финансовые итоги недели. Сегодня в студии Федор Наумов, управляющий партнер PFL Адвайзерс и Александр Головцов, начальник управления аналитических исследований, управляющий компанией Уралсиб. Телефон студии 651099.6, код Москвы 495. Сайт компании финнам.фм. Звоните, пишите, спрашивайте. Федор, давай я тебя прервал, но очень интересные сентенции мне хочется дослушать. Итак, ты говоришь о том, что зачем я, куда должен, что меня может привлечь на российский рынок. Да, потому что фактически, покупая Россию, мне предлагают купить value, то есть очень низкие мультипликаторы с расчетом на то, что будет какой-то рост. Понятно, что в рост особо никто не верит, именно в развитие параметров. Будет рост мультипликатора, да. Зачем мне это нужно, если есть такие там компании в Америке в каком угодно количестве, и в Европе их вообще сколько хочешь. Вот весь банковский сектор, одно сплошное value. Вот, поэтому... Но при этом это Европа, да, а это Россия в этом смысле. Ну да, это понятный рынок с понятными правилами. А сюда приходишь и покупаешь value, и получаешь непонятные правила. Growth здесь, как только появляется какая-то растущая история, ее готова купить, готова ее переоценивать и по высокому мультипликатору торговать. Магнит, Киви, Тинькофф, даже Мегафон. Вот, понятно, что это, конечно, не совсем легко приплюсовать к трем до этого названным историям, но он тоже как бы истории с неким развитием, да. Ну, частота 4G, там, дата, как бы, да. То есть есть про что поговорить. А про что есть поговорить во всем остальном, непонятно. Вот, поэтому я, честно говоря, не очень верю. Ну, понятно, что какие-то переоценки могут быть, что-то там, наконец, год вырастет или упадет. Ну, правда, я немножко вот в другой лагерь переместился, даже не верующих и неверующих, а тех, кто просто не успевает в этот процесс погружаться. Не хочет. И ловить. Ну, я думаю, что просто у каждого своя работа, как бы, это хотение, оно часто рождается обстоятельствами. Вот, поэтому, ну, не скажу поэтому, что там будет до конца года, и, ну, я в рынке не буду. Вот, только я это скажу. Я понял. Саша. По многому, Федор прав. Просто есть и, мне кажется, предел какое-то отставание России. Предел отставания. От той же Америки, да. И когда Америка с Европой растут на 50% за два года, а мы на 5%, наверное, это в какой-то момент должно или будет, может сокращаться. За счет всех минусов наших. Извини, уточните, а за счет чего сокращаться? За счет того, что Россия подрастет или за то, что остальные обвалятся? Пока, наверное, больше шансов, что за счет нашего роста, как я уже говорил, в Ахатрон в Америке крутится, будет крутиться еще какое-то время шансов на то, что там прямо сейчас вот произойдет большой обвал. Ну, наверное, не очень много. Да, поэтому и мы можем подтянуться. Большой бум, да? Учитывая то, что сезонность подходящая сейчас, да, конец года, начало года и так далее. Ну, а в целом, вот, Федор свою точку зрения озвучил, в целом ты согласен, да, что российский рынок все-таки это неинтересная вещь, потому что есть более интересные рядом, какие-то точечные какие-то идеи могут? Ну, он стал менее интересным, чем до кризиса, но все имеет свою цену. Просто в какой-то момент, когда Газпром стал торговаться по ПИ ниже трех в июле, при всех сомнениях в качестве этой прибыли, конечно, при всем огромном капексе, риске его роста, нашлись инвесторы в мире все-таки, которые решили, что три — это мало. Это неприлично мало. Эксен торгуется по 15, ну, и в результате там нескольких крупных покупок хватило, чтобы задрать бумагу на 30-40%. Вот такие, наверное, попытки догоняющего роста будут периодически повторяться еще. Понятно. Понятно, хорошо. Ну, а на конец года все-таки, да? Есть основания, Саша, надеяться, что мы подращаемся? Сейчас, судя по индикаторам сентимента, есть некий перегрев локальный, поэтому до конца года я не уверен, что будет большой рост. То есть можем еще подкорректироваться немножко? Скорее сначала откат небольшой, а потом уже к концу года снова может рынок пойти вверх, и в результате все-таки от текущих уровней небольшой плюс показать, да. На этих, да, и увидимся. Я понял. Я понял, хорошо. Значит, ближайшие события, события, ну, я в основном для слушателей, да, наверное, это повторю, вы прекрасно знаете, на следующей неделе будет двухдневное заседание Федрезерва, вот. И в свете последних событий, которые совсем недавно произошли, их достаточно много, если смотреть на график, ну, евро-доллара, например, да, там очень ярко видно события и реакции, события и реакции, события и реакции. Ну, и на любые другие инструменты тоже, наверное, посмотреть, это все видно. Так вот, в свете последних событий, можно ли ждать, Федор, можно ли ждать от этого заседания, двухдневного заседания, вновь каких-то подарков для рынка, что мы опять увидим, опять какую-то легкую, накануне легкую консолидацию, а потом... Я же, честно говоря, не знаю, действительно, я к Александру присоединюсь, я не знаю, какой можно подарок еще преподнести. Обещать ставки и не повышать никогда. Никогда, например, да. Никогда в жизни. Это понятно, что это будет достаточно... Ну, как бы тут уже каждый догадается, что это надуманное обещание, даже не потому, что... Могут и не повышать, как бы, но ставки же это не только воля центрального банка, да, ставки это не одна точка на овернайт кривой, да, это все-таки много точек, лежащих во времени. Вот, поэтому, наверное, если их пообещать никогда не повышать, наверное, они когда-то сами поднимутся. Вот, должно такое произойти. Вот, ну, соответственно, пообещать быстро не отказываться, да, и быстро не сворачивать, или вообще не сворачивать пока. Вот это может быть каким-то дополнительным позитивом. Но вот я, правда, когда смотрю на рынок и смотрю на эти реакции, вот на эти объявления, мне кажется, что... Ну, рынок, если бы он серьезно думал, что что-то такое должно произойти, что его там отменят, остановят, то бы не торговался бы он так, как сейчас торгуются. Вот, ну, не скажу больше ничего. Вот, Саша, наверное, лучше меня. Теоретически можно намекнуть на увеличение объема QE, там, увеличение объема выкупа облигаций. Это будет, действительно, было бы сюрпризом. Я не думаю, что это очень вероятно. Скорее, они просто более-менее повторят предыдущее выступление, что экономика пока слаба, QE рано сокращать. Но инвесторы и так ждут, что до следующего лета не будет никакого сокращения QE. Да, сейчас уже консенсус на июнь куда-то уходит туда далеко. А вот эти промежутственные итоги, да, когда надо опять будет разговаривать о потолке госдолга, когда нужно будет опять возвращаться к бюджету, это уже даже не воспринимается? Ну, смотрите, как рынок реагировал на предыдущий потолок. Он не падал перед потолком, вырос после того, как потолок повысили. Настолько инвесторы самодовольны и самоуверенны уже, что, мне кажется, на это практически не реагируют. Главное, печатный станок крутится, и тогда все будет в порядке. Ну, тем более, Елен, она же исторически была, это как голубиная центральный банкер, да. Она же не фишер какой-нибудь, да. Поэтому, наверное, можно учитывать, что если ее выбрали как представители интересов, наверное, это и есть линия партии сейчас. Быть мягкими. То есть все это продолжится? Тогда бы взяли бы кого-нибудь, кто, как они, хоукиш, ястребиным настроем обладает. Там есть такие господа, которые 20% своих личных накоплений в золото держат среди этих представителей ФРС. Но она, видимо, не из таких. Ну, очевидно, да. Не вкладывая. Ну, если долго печатать деньги достаточно, то золото как раз. Вот, кстати, да. И вот по этому поводу, ведь, если возвращаться, да, к тому, о чем Федор заговорил, позиция госпожи Елен, она действительно голубиной, но, с другой стороны, у нее еще ярко выраженный акцент на рынок труда и игнорирование, да, вот этих инфляционных ожиданий. Но, возвращаясь, да, Саш, к этой замечательной фразе, что вечно будет, да, работать вечно, печатаясь на станок. Пока не кончится чернила. Да, да, да. Ну, сломаться он не сломается по определению, потому что там высокие технологии. Пока не кончится чернила, и бумага не закончится. Ну, в данном случае трежерис, да, закончится, закончится бумага, нечего будет покупать уже. Ну, и тем не менее, нет в этом случае ожидания все-таки какого-то инфляционного, там, ну, я не знаю, если сначала давление, потом... Очень просто. Все выгоды от КВИ достаются 1% населения. Откуда возьмется инфляция? То есть она берется, но в тех вещах, которые этот 1% покупает, дорожает стремительно элитное здравоохранение, хорошее образование стремительно дорожает. Там рекордный объем... Недвижимость. Ну, недвижимость отчасти, да. Не дешевеет, а много где и дорожает, кстати. Ну, да, да. Ставки, нет. А ставки говорят, что ставки по ипотеке подрастают. Поэтому инфляция просто не в тех вещах, которые в корзину CPI входят. Она присутствует. И, может быть, когда-нибудь перекинется на золото, но пока вот не видно, не видно такого эффекта. Такого сигнала нет, да? А когда эти выгоды начнут доставаться там остальным 99% населения, возможно, что и никогда, по крайней мере, за 3 года этого не произошло. Ну, да, тем более, что у нас... Этот инфляционный риск, наверное, сейчас немножко в другом поле лежит. Скорее, реально не в перегреве, а он скорее лежит в том, в чем мы, как русские люди, привыкли видеть этот инфляционный риск. Когда долгов становится слишком много у правительства, да, в какой-то момент люди могут начать нервничать, что они... Не пришел ли тот момент, когда мы не доверяем больше правительству? Правительству, да. Вот, наверное, отсюда он может прийти. А когда это случится и случится ли, ну, это как вот набег на банк, да? Вам кажется, нет, ну, этого не может произойти. Вдруг сосед пошел и доллары поменял на золото, и золото вот в саду закопал. Да, вы тоже пошли. Смотрите, вся улица уже идет, да? Ну, то есть это никогда... Это невозможно происходить, когда это произойдет, потому что это такое, как бы, событие с большим точечем, большим количеством... Подожди, ну, у соседа повод был для этого? Или он просто так вот? У соседа, наверное, и сейчас повод есть, да? То есть повод всегда есть. Ну, это всегда, как бы, если бы в золото было бы перейти, там, две секунды, да, взял, действительно, оно у меня уже вот... Оно у двори закопано, как бы, да? Это же с костами связано, с страхами, что, а вдруг я не прав, а вдруг я что-то упускаю, лучше, может, я акции куплю, или, не знаю, куплю машину очередную, или дом, вот. Поэтому-то всегда же есть вот ощущение, что я спрячусь в этот, в этот safe haven, да, и что-то пропущу интересное. Поэтому пока, как бы, страх не дойдет до определенного предела, или, не знаю, страх, рациональное опасение, по-разному можно, наверное, это трактовать, не будет происходить. Вот, ну, понятно, что пока ставки почти ноль, да, пока рост хоть какой-то, но есть, в общем, это, как бы, конструкция стоит. Понятно, что если, например, завтра ставки не ноль, а пять или шесть, при росте в один или в ноль, понятно, что эта конструкция уже не стоит, как бы, да, она как-то рушится, должна начать. Вот, но пока все считают, что, во-первых, как бы, ФРС страхует, вот, от повышения ставок, а во-вторых, ну, Америка, там, страна возможностей, страна роста, страна инновации, значит, в какой-то момент она, там, из своих долгов, как из взрослых, взрослеющий человек вырастает из штанов, вырастет. Это не просто рекламные слоганы, да, это все-таки правда, доля правды в этом есть. Ну, и, как бы, сто лет истории, даже больше, чем сто лет истории, как бы, за ней, есть, которые подтверждают это. Подтверждают, да. Ну, другое дело, что достаточно ли сто лет в контексте жизни человечества, как бы, да, и достаточно ли это репрезентативный период, вот этот вопрос, да, вот, ну, поживем и очевидно, но, кстати, ответ очевиден, это недостаточно, да, если мы опять смотрим на человеческую историю. Ну, статистика говорит, что это слишком короткий период, сто лет, да. Например, чтобы там среднюю доходность акций оценивать, это слишком мало, слишком большая ошибка получается. Ну, что ж, друзья, мы продолжаем эфир, сухой остаток на Финнам.фм, мы сегодня подводим финансовые итоги недели. В гостях у меня Федор Наумов, управляющий партнер PFL Advisors и Александр Головцов, начальник управления аналитических исследований, управляющий компанией УралСИП. Телефон студии 6510996, код Москвы495, сайт компании финнам.фм, звоните, пишите, спрашивайте. Саша посетовал за эфиром, что мы в философию ударились, но мне показалось, что это неплохо. Вот, тем более для пятницы. Это вполне математическое утверждение. Вполне реальное. При такой большой волатильности нашей реальности, когда сегодня плюс 40, завтра минус 40, даже 100 лет, когда вы среднюю доходность считаете, все равно не дают достоверного интервала для того, чтобы точно оценить. Поэтому в нашей изменчивой жизни нужно очень много времени накопить истории. Еще при этом нужно понимать, что модель не меняется. Если сама система меняется, то эта история, она не репрезентативна для следующих оценок. Поэтому, ох, черт побери, не знаю я, как это все прогнозировать. Ладно, не будем мучиться прогнозировать. Давайте, есть вопрос более земной, я бы так сказал. Пишет Владимир. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему на фоне общего снижения или стагнации в скобках последние 1-2 месяца рынка акций черной металлургии, акции ГМК Норникель являются растущими. Какова перспектива их дальнейшего роста в ближайшее время? Саша? Мне кажется, как раз черная металлургия очень активно росла последние 2 месяца вся, и северстального, Липецк, например, отскочили больше, чем на 40% от минимумов, а во время этого роста скорее Норникель отставал от сектора. Но последние пару недель, наверное, он стал расти немножко быстрее, появились слухи о выплате дивидендов за 9 месяцев. Но на самом деле тему с дивидендами обыгрывают уже года два по большому счету в Норникеле. Я не думаю, что вот это оживление вокруг конкретной выплаты продлится долго. В следующий вторник совет директоров компании, она, наверное, объявит о выплате порядка 300-350 рублей на акцию. Около 7% в дивидендная доходность будет. Это, в принципе, более-менее соответствует ожиданиям рынка. Ну, и где-то на следующей неделе, когда объявят размер дивидендов, наверное, вот этот всплеск закончится. Я понял. Ну, а по поводу перспективы, что-то можешь добавить? По поводу перспективы их дальнейшего роста именно так? Ну, сейчас базовые металлы в боковике таком находятся уже третий год и, скорее всего, акции производителей базовых металлов также останутся в боковике. Просто последние два месяца они отскочили немножко к верхней его границе и потом скорее уже в начале следующего года должны будут двигаться ближе к нижней. Я понял. Хорошо. Добавишь что-то? Давайте дальше. Давайте дальше. К российской действительности опять хотел бы я вас возвратить. Посмотреть на валютный рынок. Федер, я знаю, это твоя любимая тема. Любимая тема? Ну, с рубля к доллару. Он приближается к моей любимой оценке. Вот, вот. Я не вижу его крепче, чем 31. Поэтому остаюсь при своем. Если он туда придет, я с удовольствием долларов куплю. Ну, а, кстати, если говорить о текущей ситуации, мы видели этот уровень в сентябре после вот этих вот событий, да, там, с Федрезервом связанных. Потом отскочил рубль в районе 32 с полтины и сейчас опять он пришел, ну, я его так округлил, 31.60 вот этот уровень. Он, в принципе, тоже, Саш, может быть приемлемым для того, чтобы покупать доллар по этим ценам. Как ты считаешь? Ну, если с горизонтом больше двух месяцев, то, наверное, да. Ноябрь, декабрь часто аппетит к риску большой на мировых рынках. То есть может укрепиться рубль еще, да? Покупать все подряд, в том числе и рубль. Если чуть дальше смотреть, то скорее тренд на ослабление. Профицит текущего счета практически нулевой уже у нас. Отток капитала постоянно присутствует. Просто, когда появляются западные спекулянты, покупающие какие-то бумаги здесь, то их приток, наш отток перекрывает на некоторое время. Но это вряд ли продлится дольше, чем до января. Ну, а если говорить о цифрах, что возможное укрепление рубля против доллара, где ты видишь примерно? Ну, процент полтора от текущих уровней, наверное. Но в любом случае не крепче начала года, где по 30 рублей покупали доллар. 30-40, да. Не крепче? Нет, не сильнее. Это совершенно фантастично было. Нормально. Хорошо, с этим тоже разобрались. Если не возражаете, валютный рынок все-таки достаточно интересная история. Вот. И посмотрим на него с глобальной точки зрения. Ну, опять пресловутый евро-доллар, который в последние несколько недель достаточно серьезно укрепляется. Евро против доллара, я имею в виду. И вот сейчас 1.38, уже такой, такая серьезная котировка. Саш, как ты считаешь, насколько это оправдано для евро или для доллара, для валютного рынка в целом? И что будет дальше? Фундаментально, не очень оправданно. Америка экономически себя чувствует гораздо лучше, чем Европа, и ставки по бандам там повыше. Но есть технический фактор, по балансам на конец года будет ЕЦБ делать тестирование качества активов европейских банков коммерческих, поэтому они сейчас вычищают менее качественные активы, прежде всего зарубежные, из своих балансов, судя по всему. то есть продают активы на зарубежных рынках, покупают что-то европейское, конвертируют доллары в евро в результате. вот этот технический фактор может работать наверное до конца года, может быть даже 1,40 в какой-то момент увидим. Насколько он мощный, пока сложно сказать, но краткосрочно он действует. А дальше, мне кажется, все-таки фундаменталии должны взять вверх и равновесный курс где-то ближе к 1,30. Я, честно говоря, не берусь это предсказывать, потому что с одной стороны история про долг, с другой стороны история про долг. Когда кто из них кого-то перевесит, в этом смысле, я не возьмусь. Мне кажется, что оно все больше и больше в эту плоскость будет перемещаться, потому что реально при таких нагрузках уже не получается на это не обращать внимания. Точно со временем люди все больше и больше будут на это время обращать. Слабы ли они две в случае, если в одной что-то происходит, наверное, тоже да. То есть, если, например, в одной вдруг начинают все беспокоиться за платежеспособность кого-то более сильного, чем Греция или Испания, про Францию всерьез заговорят, наверное, тут уже будет сложно понять, кто из них устоит, потому что это тогда уже какое-то такое событие нехорошего поля. А до этого момента это все вот какая-то такая... Не берусь, правда, потому что это похоже на предсказывание металлургии в России. Где-то шелохнули цены на сталь, надо бежать покупать. Не шелохнулись, надо бежать продавать. Поэтому не берусь. Я понял. Кстати, возвращаясь к металлургии, насколько Китай сейчас все-таки, китайский рост, китайская экономика оказывает влияние на тот самый металлургический сектор. Ужасное влияние оказывает. Ужасное. Перепроизводство металла все больше становится. Даже в самом Китае цены припадают. Ужасное немножко преувеличило, но тем не менее сейчас появился скорее такой тренд к низу по ценам на черные металлы в большей степени. Так что в котировке меди есть какая-то поддержка. Прошло пополнение запасов меди в Китае. Может быть, оно немножко какое-то время еще продолжится. Никель Китай просто обвалил, научился его делать из железной руды. Цена ушла с 17 на 14. Сейчас пытается немножко приподняться, но похоже, что ненадолго. Здесь перспективы, да? Ну вот все, что касается base metals, базовых металлов там. Вообще нет, у меня осталось ни одного человека на рынке, который по ним имеет позитивный взгляд. Ну, кроме, может, каких-то отдельных брокерских компаний, банков. Вот все думают плохо. Ну, главный образом, потому что там действительно мощнейший фактор это Китай. В отдельных металлах там еще есть понятный сэплай, откуда придет. В угле, там, может, Африка, да? И это всех как бы настораживает, и все по ним негативны. По золоту это вообще отдельная история. По плате, не по паладию, по-моему, картинка пооптимистичнее. Ну, там, по крайней мере, предложение в двух руках находится. Южная Африка да мы в Паладии. Вот, по крайней мере, там есть возможность. И там на кэшкостах это все дело лежит, и китайский фактор меньше присутствует. А вот все, что касается бейсметалл, это настолько китайская тема, настолько там велико перепроизводство. Где-то меньше, где-то больше, но это очень негативная история. Ты сказал, что золото это отдельная тема. Насколько она отдельная? Золото настолько отдельная тема, что там в других металлах можно хотя бы к кэшкостам привязаться, в золоте даже эта привязка, она такая хромая немножко получается, потому что золото настолько много вторичного, настолько много инвестиционного спроса, что он, наверное, может легко в достаточно продолжительное время стоить меньше, чем кэшкосты. Ну, просто потому что мы остановили, а не добывать. Ну, и ладно, у нас там циркулирует как бы вторичное, Поэтому золото — это особая история. Все равно по-прежнему. По-прежнему. Саш, по поводу золота, интересно. Твой взгляд. Ну, действительно, фундаментально справедливую стоимость трудно измерить. Но понятно, более-менее, от чего она зависит. От инфляционных ожиданий во многом. А они в последний год стали заметно более умеренными. Почему? Мы уже немножко обсуждали. И пока разворота по инфляционным ожиданиям наверх не видно. Экономика загибается в развитых странах. И это отчасти тоже не способствует росту ожиданий инфляции. Ну, а близость все-таки, да, золото сейчас относительно дешево. Ну, относительно, я еще раз повторяю. И близость, может быть, по каким-то оценкам к его себестоимости, она не может... Ну, вот я вот про что говорю, что оно может провалиться ниже себестоимости. Потому что себестоимость — это не гарантированная поддержка. То есть, в плате, не в палладе, по крайней мере, есть вероятность, что там тоже лежит на себестоимости, на южноафриканской. Там есть возможность, знаете, как-то цепляться уровнем в золоте. Из-за огромного инвестиционного спроса, из-за огромного вторичного рынка там есть возможность и ниже сходить. Но это не значит, что я там пессимист во золото. Это просто означает, что такая вероятность, она высока. Спасибо. Спасибо огромное. Федор Наум, управляющий партнер PFL Advisors. Александр Голосов, начальник управления аналитических исследований, управляющий компанией «УралСи». Были сегодня в студии сухого остатка. В сухом остатке мне понравилась мягкая политика. Конечно, недолго осталось. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Успехов на рынке до понедельника. До свидания. До свидания.